Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Поступил интересный вопрос. Каковы являются основные обязанности крестных и крестников по отношению друг к другу? Если мы посмотрим суть, что же такое само по себе крещение, обратимся к Евангелию Таана, там сказано в 3 главе, в беседе с Никодимом Иисус отвечает, «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не водится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». То есть цель крещения — рождение свыше, получение благодати и дальнейшее возрастание в христианской православной вере. Исходя из этого, у крестных две основные обязанности. Первое — это всегда молиться за своего подопечного. Потому что мы не знаем, как сложится жизнь. Сегодня вы рядом друг с другом, а завтра, может быть, вы или ваши крестники или их родители переедут жить в другой город или в другую страну, и у вас не будет возможности даже физического контакта с ними. Но это не снимает обязанность человека всегда молиться, быть таким ходатаем и ходатаем перед Богом за своего подопечного. Каждый раз в утренних молитвах, на литургии мы, как за своих детей, мы молимся и просим, чтобы Господь укрепил этого человека, дал ему силы на борьбу с искушениями, поддержал в трудных ситуациях и так далее. То есть это то, что человек может делать всегда, даже если у него нет возможности физического общения со своим крестником. И крестник, соответственно, тоже должен молиться за своего крестного. Вторая главная обязанность крестных — это учить ребенка своего подопечного православной вере. Потому что часто, когда приходится крестить, и спрашиваешь у крестных, как вы думаете, какая ваша обязанность? Они говорят, подарки дарить. Дарить подарки, конечно, это замечательно и хорошо. Но кроме подарков надо сделать ребенку главный подарок. Дать ему возможность и научить его выбрать жизнь вечную с Богом. И вот научить ребенка тому, что такое духовная жизнь, что такое таинство церкви, это и есть задача крестных. Но чтобы кого-то чему-то научить, нужно самому что-то знать. Но не просто знать, но и показывать личный пример. Потому что как мы будем учить ребенка исповеди, например, когда ему исполняется 7 лет и более, говорить, дорогой, ты должен пойти на первую исповедь, когда ты сам ни разу не был на исповеди, или бываешь на ней крайне редко. Как мы будем объяснять своему подопечному о грехах, которые нужно исповедовать во время исповеди, если мы сами даже не знаем, какие грехи бывают, и у нас нет опыта. Как мы будем говорить, что такое пост, когда мы сами не прошли путь поста, и у нас нет понятия о том, что это такое. Поэтому, чтобы стать достойными крестными для своих подопечных, нужно стать достойными христианами, глядя на жизнь которых, ребенок бы сказал, я хочу стать таким же, как он. Продолжение следует...